Академия Счастья, меня зовут Анастасия, это Шевченко Александр, ее основатель. И у нас новая тема, как же увеличить чувствительность. Интересная тема. И как же увеличить чувствительность? Ну как увеличить? На самом деле, у каждого человека есть определенный набор рецепторов, которые мы чувствуем с помощью тела. То есть это и зрение, и осязание, и обоняние. То есть это тоже чувствительность. Но самая важная чувствительность, это когда мы чувствуем не органами чувства, а каким-то внутренним зрением, можно сказать. Когда подходит человек, чувствуешь его ауру. То есть какая она, хорошо ли, плохо ли вместе, насколько мы взаимодействуем. То есть попадая вот в такое состояние, человек уже осознает, его чувства могут либо уменьшаться, либо увеличиваться. Бывает часто люди прячут свои чувства, то есть они не хотят, как-то отгораживаются. А есть люди, которые легко принимают, то есть у них такая аура, и она располагающая. И вот когда человек действительно хочет развить чувствительность, то есть он раскрывает свое пространство. То есть он не строит границы, как нас учат часто, что нужно ограничивать свое пространство, и делить его как-то вот так или ся, а открывать его. Конечно же, если ты чувствуешь, что человеком тебе некомфортно, ты можешь просто уйти и завершить общение. То есть никто не заставляет общаться. Но развитие чувствительности как раз и заключается в том, чтобы открываться. То есть открывать свое пространство, в особенности тем людям, с которыми действительно комфортно и легко вместе. Да, но зачастую бывает, что нету этой близости чувствования человека, и выстраиваются границы некие, и человек не считает нужным открываться другому, и появляется барьер. Как же все-таки чувствовать другого человека? Ну, если есть барьер, то надо понять, почему он появился. Может, человек что-то не высказал, не смог сказать, где-то там застопорилось у него это, и он теперь ходит и просто ограничил свое общение. Вот надо поговорить на чистоту. То есть когда мы говорим на чистоту, то мы начинаем вновь чувствовать вот эту близость. То есть мы начинаем чувствовать и себя, и другого человека. То есть люди даже от себя многие вещи скрывают, они не хотят что-то чувствовать, потому что считают это плохим, и что там, если человек это сделал, то все с ним уже там, не знаю, все кончено. То есть на самом деле каждый может выбирать, что ему делать. И каждый, наверное, совершал какие-то поступки или проступки, которые он считал неправильными. Очень важно принятие в данной ситуации. То есть принять себя сначала, то, что сделал там, например, а потом поговорить с другим человеком и принятие его тоже, потому что если два человека хотят общаться, быть вместе, то им очень важна вот эта открытость. То есть открытость и разжидает вот эту увеличенную чувствительность, да? То есть потому что когда мы хотим друг друга чувствовать, мы общаемся честно и открыто. И тогда мы друг друга чувствуем, мы чувствуем вот это общее пространство, эту близость. Да. А вот если ты упомянул видеть ауру, можно другого человека, если хочешь развивать эти способности, лучшее чувствование, какие есть для этого способы? Ну, если хочешь видеть ауру, то многие люди ее и так видят, скажем. То есть ее просто можно видеть по-разному. Кто-то там видит, как говорится, какие-то яркие переливания, кто-то чувствует эту ауру, скажем так, какое-то энергетическое пространство. И чтобы увеличить, опять же, вот эту чувствительность, важно убрать то, что мешает. А это накопленные вокруг человека такие, ну вот, скажем так, массы энергии, спайки. Их называют там сущности, кто-то называет спайками, кто-то еще там как-то называет. Суть не в этом. Суть в том, что они расположены вокруг, ну, скажем так, вот в пространстве человека, и он видит через них. То есть тут спайка, тут спайка. И, соответственно, они ему мешают воспринимать. Вот если эти спайки убрать, расчистить, а это можно сделать путем рассмотрения, как есть то, что мы вот делаем в процессинге, ондитинге, то все, пространство очищается, и человек чувствует себя легко. У него как раз вот уходит вот эта необходимость иметь какие-то границы, что-то там, ну, как, скажем, защищаться от чего-то. Поэтому он становится более открытым, более осознанным, и он видит как бы другого человека, ну, может сказать, насквозь. Он чувствует другого, если где-то что-то идет не так, он уже это чувствует, и начинает потом расспрашивать или, ну, скажем так, делать так, чтобы произошла открытость, чтобы произошла близость. Поэтому цель – это именно исцеление вот в том, чтобы убрать все вот эти барьеры. Тогда люди чувствуют друг друга вот как единое целое. Да, действительно, я считаю, это очень важно – увеличивать близость, чувствование. И у нас очень много разных статей на наших страничках в социальных сетях, где вы можете почитать подробнее о том, как чувствовать себя, о том, как исцелить свои непроработанные негативные заряды, и мы снимаем каждый день новое видео. Если вас интересует какая-то тема, пишите в комментариях. Мы обязательно увидим и снимем видео по этой теме. Добавляйтесь, подписывайтесь на нас и... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!